Привет, с вами Прэшис и сегодня я расскажу, как сделать 6 достижений из категории Победитель 7. А про те, что делаются в бою с Сёкино Ками, вы сможете узнать из видео в подсказке. Перед началом я хочу попросить вас подписываться на мой канал для улучшения этой статистики. В поединке с Унутом Сатеха можно получить ачивку «Вот это настоящий хранитель четырех ветров». Для этого вам нужно будет собрать отряд из персонажей четырех стихий – Пиро, Крио, Электро и Гидро. Спустя длительное время от начала боя или после того, как у Принца Песков останется меньше половины здоровья, он начнет парить в воздухе и призовет шары эрозии. Ваша задача – разбить четыре сферы разными элементами, которые есть в вашем отряде. За одну такую способность вы сможете вызвать рассеивание только у двух шаров. Поэтому вам нужно будет дождаться повторного применения этой атаки и уничтожить еще две сферы с стихиями, которые не использовали до этого. В своем видео я брал доступных всем персонажей, но если у вас есть Крио и Гидролучники, лучше использовать их. Тогда вам не нужно будет подбегать к единственной сфере, которая находится возле босса на земле, и вы сможете спокойно стрелять в любую. В подземелье владения начинаний делается достижение, подобно движению Солнца. На последней фазе боя на экране будет появляться объявление о применении боссом волн Апокалипсиса. Увидев такую надпись каждый раз, бегите в любой дендрокупол и пережидайте там эту способность. Если за весь бой вы не попали под эти волны, убивайте защитника и забирайте свою ачивку. На дендрогипостазисе мы сможем сделать достижение ненужные шипы. Для его получения удобно использовать Сенлин, но при желании вы можете брать и других пироперсонажей. Тут вам нужно будет дождаться, когда куб телепортируется в центр поля боя и призовет кольцо из корней, которое будет сужаться. Эта атака обычно срабатывает четвертой. И в этот момент вам нужно будет активировать ульту Сенлин и пробежавшись по кругу подпалить кольцо из шипов. В пещере возле этого телепорта вы найдете одного из пяти священных зверей для достижения познать вкус. Для его получения вам нужно будет дождаться, когда каждое существо призовет энергетический блок и разрушив его, нанести удар животному, тем самым парализовав его. Эти кристаллы лучше всего уничтожает стихия их призывателя. И первый у нас анима змей. Возле подземелья город погибших вы найдете электроскорпиона. Ниже этого телепорта будет пирос-тервятник. В подземелье очищающий родник вы встретите двух последних животных. Сначала выйдет дендроклыкастый зверь, а после него гидрокрокодил. На чудовищном крестителе делаются остальные достижения. За уничтожение элементальных колец, которые появляются в начале боя, вы получите ачивку из категории чудеса света с названием «В такие моменты слова будут лишними». После этого у вас будет время атаковать босса до того, как он наложит на себя щит. Для получения достижения «Отчужденность» вам нужно будет убить этого противника, не разрушив щиты. При этом допускается урон по ним, и важно не уничтожить их до конца. Обычно, когда действует первый щит, креститель сделает 4 атаки и будет активировать новый. Используйте это время для атак по боссу, пока не активируется следующая защита. Подобные действия повторяются для второй и третьей стихии. И после этого креститель снова призовет элементальные кольца, грубо говоря, перезапуская бой. Это достижение можно получить более простым способом, но для этого понадобится группа с неплохим уроном. И если она у вас есть, то, как и я в этом фрагменте, взербуйте босса до появления первого щита. У этого противника есть 4 разных набора стихий, которые меняются каждый день. Убив его 4 раза, со всеми возможными вариантами элементов, вы получите достижение метод исключения. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения.